Такого, отмечают в Ваире, еще не было. Свидетельства об интеллектуальной собственности сочинским детям вручают впервые. Открытие ребята, правда, пока не сделали, но пользу своих первых достижений доказали. Свидетельства ребята получили за интересные рукописи, сборники стихотворений, за эскизы женских платьев. Пятиклассница Анастасия, свидетельство от российского авторского общества, получила за свою идею красочных подарочных конвертов. Ее идею приукрасить классические конверты высоко оценили все члены жюри первой сочинской олимпиады. Авторское право сейчас я могу продавать в магазинах. Я еще буду совершенствовать их, еще более яркие. Буду думать. Сейчас в городском обществе рационализаторов готовят новую группу участников олимпиады по интеллектуальной собственности. У многих достаточно интересные задумки, но чтобы получить свидетельство о так называемом депонировании результатов интеллектуальной собственности, ребятам помимо идей нужна профессиональная поддержка. Каждому, кто у нас участвует в олимпиаде, обязательно мы прикрепляем наставника. И не просто наставника. Вот как вы слышали, здесь доктор технических наук, кандидат технических наук. Это изобретатель обязательно. Без этого мы не оставляем ни одного ребенка. То есть каждый у нас участник, он имеет обязательно своего наставника. Потому что нам нужно не только показать ребенку, что он сделал, а как защитить права. И что это такое, к чему это относится. Или к промышленной собственности, или к авторскому праву. Талантливые дети – достояние нации, уверены наставники юных интеллектуалов. К тому же заниматься изобретательством школьников призывает и президент. За достижение вопросов в научно-техническом творчестве Владимир Путин обещает поддержку и гранты.